А ну, пошли. Спокойно. Ну, мне сколько раз повторять? Пошли, говорю. Не на горло брать. Не рекомендую. Я этого не люблю. Ты здесь не дребь. Я, возможно, скоро вернусь. Отойди от двери. Еще больше отойди. Привет, дорогие мои сподвижники, гости моего канала, товарищи, коллеги, все подряд, просто собутыльники мои виртуальные. С вами Керя. Керя самая настоящая, работает без пульта, без батареек. Ну, и, соответственно, значит, мы сегодня с вами тяпнем, тяпнем, и я вам по-любому что-нибудь дорасскажу. Уж это я, ну, наверное, как считаю, умею. А на обзоре у нас сегодня будет гвоздем программы, выступит вот такой вот интересный бренд, водочка. Русский стандарт. Ну, давай дублирующий, дублирующий принят. Опа, 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 соседи опять бьются, пускай бьются, может быть, мы их и даже услышим. Но микрофон как-то не берет, не суть. Данный напиток мне посоветовал, опять же, не посоветовал, мне проспонсировал мой коллега. Причем из начальства еще с контакт состава, поэтому не будем мы далеко уходить. И он как-то посоветовал, говорит, возьми, говорит, русский стандарт и какую-нибудь историю расскажи. Ну, вот этого у меня, друзья, не отнять. Корт пробежим. В свое время это в 2000, в 2000 бухих годах производилась такая водка. Конечно, этикетка тогда была совершенно другой, там даже внутри были по убыванию бутылки-тосты. Поэтому, да, и сразу решили пить не рюмочками, не лафитниками, а стаканами. А что бы нет, раз, и стаканами открыли. И давайте, наверное, сразу по первой. Вот я налил так, по первой, стаканами, но по чуть-чуть, да. Ты, говорит, торопись, но не спеша. Давайте, друзья, сразу мясцом, я тут картошенька. Что у вас есть? Присоединяйтесь. Бам! Звякнули. Сразу ощущение, да вроде бы и ничего, как-то залетел хорошо, прям проглотилось хорошо. Опа, давай, 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 будь мужиком, дай им газу. Чего они там разорались, а? И сразу, значит, друзья, перейдем, как обычно, к байке. Сейчас вам все расскажу, что произошло. Я опять же нахрен начал сценарий. Сценарий. И буду вам сейчас постепенно все это дело изображать. Начну историю с того, что произошла она опять же со мной. Но детально вспомнить ее мне, конечно, помогли участники тех событий. По совместительству мои друзья-приятели. Земляки! События само по себе неказистые, заурядные, но тем не менее содержат в себе и долю юмора, и долю иронии, перчинки пафоса и даже эшена. А также обильно приправленные легкими нотками ностальгических моих размышлений из-за душевных воспоминаний. В натуре! А давайте по второй, да? Вот, сразу, на этой ноте. Давайте по второй. Сразу ж. Между первой и второй, а то сейчас я буду рассказывать, читать, войду в волю. Это мне что надо. А это будет чем размахнуться. Раз, под огурца. Ага. Взросим, друзья. Ага. Шикарно налетело. Спирт-люкс. Просто здорово. Случилось это в далеком 2007-м. И в один из осенних вечеров. Скорее всего, пятницы. Я и мой товарищ зашли в гости к одному из наших старших знакомых. К тому моменту уже был разведен удачно. И нас прельщало наличие в его распоряжении квартиры, где можно было праздно провести время. Чем мы, собственно говоря, и воспользовались. Сразу отступлю и поясню. В нашем городе, в 2000-х, было, ну, скажем так, 2-3 нормальных таких действующих клубов, баров, где можно было поплясать, потанцевать, припить и все такое. А уж насчет рыгалок, тошнилок, ну, тоже в каждом районе находилось что-то такое. В отличие от сегодняшнего дня. На сегодняшний день у нас в нашем маленьком городке одно заведение, и то там бедло шоу такое собирается, одни и те же лица. Вот зайди всегда, и одни и те же лица. Вот, возможно, может быть, и раньше было такое, но как-то раньше это не замечалось. Иронично. Ну, причину пойти к Саньку мы так и не вспомнили. Мы так и не вспомнили. Вот недавно вспоминали, и так и не вспомнили. Почему мы к Саньку пошли? В общем, заранее набрав и пиво, и водки, мы с Лёхой, Лёхой это мой друг, с которым мы были, оказались у Санька. Прикидываешь, интересная картина. Пиво у нас было в двух пятилитровых, в двух пятилитровых, кто помнит, тот такой барбир. Хоть убейте вообще, вот сейчас не найду ничего такого. Ну, а водка пусть же будет русский стандарт. Потому что на сегодняшний день мы так и не вспомнили, какая она именно была, но не суть. Сидим, ведем светскую беседу. Потерку крутят на тот момент еще не надоевший комедий-клаб. Кто помнит, пальчик. Все чьим на благородное. Ну, спустя пару часов нашего досуга к нам присоединяется еще один товарищ Алексей. Мой друг Ан Лёха. И еще один Лёха вышел. Два лёхи. К слову сказать, этот Алексей уже пару лет находился в браке и к тому моменту научился ценить свободные минуты. Да? Да. Выражалось это в том, что он, что он, во-первых, принес неплохой запас алкоголя, ну, а во-вторых, не теряя ни секунды, стал стремительно догонять нас. Не побрезал ни штрафной, ни в перемешку, и в перемешку, ну, в общем, заливался, не тратя на это особо времени. Да? Понимаем? О чем я? Чуть позже, немного, сбив оскорбку, уже из ряда захмелев, завел разговор разного рода о плюсах и преимуществах брак. Ну, мы с моим Лёхой, мы с Лёхой, так как были помоложе, особо не спорили. Только изредка приличия ради задавали дежурные вопросы, подакивали и так в основном слушали. Ну, а Алексей, помахивая в воздухе папироской, даже не рассуждал, он просто рисовал нам картину маслом. И скажу, было от чего размахнуться. Еще и трех месяцев не прошло, как у него родился второй пацан. Немного отступая, скажу, с 2007 года стал активно выдаваться материнский капитал. И именно, примерно, вот плюс-минус с этого времени на городах, на улочках нашего городка стал появляться довольно много молодых таких девушек с такими округленными пузиками. Это я-то и отступил. А еще, если дальше отойти, то в 2000-е, вплоть до кризиса 2008-го, вон куда я загнул, еще было модно покупать и перекупать друг у друга копейки, пятерки, восьмерки, девятки. Это сейчас рудимент. А вот тогда знавал я даже людей, которые брали кредит для того, чтобы купить видовидавшую 99-ку Lada 99-й модель 1994-го года, выпуска после «Четырех хозяев», но цвета «Мурена» заколхоженная в хлам и, главное дело, в багажнике, чтобы сам буфер бум-бум-бум качал. Вот. Да? Опять же, давай не микрофон, да, если... Наливай. Наливаю. Наливаю. Кто со мной, кто со мной еще продержался до данного момента. Давайте продолжим. Ваше здоровье, мое почтение. Ну, теперь можно и сальцом, кусманчик. И хлебушком. Леха старше тем временем продолжал. Вот куплю я себе участок. Соток так на 20. Нет, на 30. Да в селе, да в чемоданах, да у речки. А что? Куплю. А вот построю я дом на участке. Квадратов так 100. Нет. 150. А что? Построю. А возведу-ка я на участке баньку, беседку, сарайчик для скотины. А что? Возведу. Ну и в таком духе. Мы с Лехой Маршемским, вот мы пришли. Возражений не имели. Хозяин квартиры Саня пошел открывать дверь так, как был стук. В дверь он отлучился на этот стук и ушел. Он не слушал нас. Вот через годик продолжал Леха. Приедете ко мне, а у меня банька натоплена. Пока вы палитесь, я свежую ягненка, варю шулю. Вы выходите. Мы сидим в беседке, жена с детишками играет в песочнице. Чтобы вы понимали, пока он договаривал вот эту вот фразу, пока он договаривал вот эту фразу, в коридоре слышался явно агрессивный диалог с участием женщины. И постепенно он, скажем так, приближался к кухне. В кухню влетела детка по виду истеричная бабища. На Леху посыпались уйма пощечин, криков, визгов и разного рода оскорблений, а-ля не мужик, а лкаш, тряпка, мразь. И так далее. Пощечинные оскорбления сыпались без остановки. Просто ушатали его. Такое нельзя, наверное, слушать. Леха. Сразу как-то стал меньше, что ли. Вот он сразу стал меньше. Он аж почернел просто. Скажу так, нам и с Лехой, и с другом. Ну, стало жутко. Просто мы, глядя на него сейчас, понимали, насколько ему сейчас неловко, но неудобно, но не тактично. Просто вот даже слово «стыдно» это не сказать ничего. Это просто какой контраст произошел перед нами. Эта тетя с визгом, криком удалилась в коридор. Там порцию негатива уже и оскорблений получал Саня. Саня там уже вовсю принимал на себя. Лешка, сидя молча, налил себе рюмашку. Вот прям, на это вот так. Вот так вот прям взял. Налил. Так, сделал паузу и было стало так. Только стал подносить губа. В этот же момент она прямо вот с коридора пролетает, как молния появилась. И он получил еще раз и по рукам, и по губищам просто она ему еще раз нахлыстала еще раз по ушам вот. И так, бедный, крикнув, чтобы он собирался домой быстро, блядь, вот так вот. Она ушла в коридор. Легко встал. Встал так, полувстал, вот знаете, вот. Посутулись, постоял вот, да, вот, посутулись. И произнес самую мудрую фразу на этот вечер. Вопрос, знаете, вот так вот, стал так, как... Не женитесь, пацаны. И побрел в коридор. Ну, в коридоре, конечно, он еще там несколько раз выхватил. А мы сидели, как-то так вот мы притихли. Мы просто, просто офигели. Вот, знаете, вот я сейчас вот здесь вот вставлю сцену из фильма. И то она намного человечнее, чем вот я, чему был я свидетелем. Я, возможно, скоро вернусь. Отойди от двери. Еще больше отойди. Ну, а как он ушел? Дальнейший вечер, скажем так, прошел без инцидентов. Мы напились, все нормально. Водка, пиво. Это же все здорово, да? Это вкусно. Ну, вкусно. 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 Скажу. Спиво-бельмеж тоже прикольно. Так. А теперь, чтобы не быть, я тут с одним каналом, тоже так, в Самарском. Ну, скажем так, подтянулся на его творчество. Он мне понравился. Там пацан тоже как прибухает. И мы с ним, кстати, вот топим за культуру питья. То есть, как бы ты не пил, ну будь ты. Закуси, там, закуси, закуси как надо. Правильно, Сань, говорю? Если что, лайк, скажем. Так что, друзья, вздрогнули. Я не знаю, о чем закусить. Ну, давайте огурцом. Дальнейший вечер у нас прошел без происшествия. Ну, а завершить данную историю я, опять же, хочу словами великого классика. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вот. Ну, а что касается Алексея Старшего. Да у него, в принципе, все хорошо. Все у него нормально. Это уже другой вопрос. Да, веселенькие истории ты на ночь рассказываешь. Совсем не жалеешь старека. Теперь, кто-то послушал историю до конца, кто послушал меня, мои бредни, мои байки, я тех, конечно, прямо вот, ну, категорически приветствую. Я рад за вас. Я рад вам, Бог. Видите, мне уже дало огонь в голову, я уже маленько начал заговариваться. И поэтому давайте мы сейчас с вами тяпнем. Ролик выйдет к пятнице. Так, в пятницу вы со мной сядете. И те, которые не могут до меня дотянуться, те со мной спокойно включат канал YouTube и со мной выпьют. Что вы там пьете, я не знаю. Но я думаю, вам будет со мной гораздо интереснее выпивать. А теперь скажу. Если ты досмотрел досюда и тебе стало интересно, и тебе стало интересно, ты нажми кнопочку подписаться, ну и желательно колокольчик. Опа, сосед уже долбит соседку. Молодец. Бей бабу молотом, будет баба золотом. Так вот. Один на чем я снялся? Ага, колокольчик. Ну и опять же, видите, вот данный напиток был приобретен на донат. Донат, правда, передан был не в электронном виде, а так скажем, из рук в руки. Мы такое тоже, кстати, приветствуем, братва. Хоть в почтовый ящик бросайте. Все. Вот. Ну, а с вами был, как говорится, неутомимый Керри. Вот такой вот он я, да? Неутомимый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok